Первые подснежники Красивые такие Да, маленькие Очень закономерно В Санкт-Петербурге потеплело И началась весна Весенние каникулы, ура! Ну да, еще и весенние каникулы Ну и на каникулы В принципе, есть определенные планы Первый наш план Это поездка на день рождения А второй? А второй наш план я еще не придумала Чем мы еще будем на каникулах заниматься? Сегодня едем на день рождения За город к ребяткам Мы уже подготовили подарочек И открытки Подарок вот такой Заказывали родители Ну, соответственно, я просто вот купила Детям Пятилетним Такое нравится Видимо Мальчикам Вот они Да ты же мой сладкий Что-то Обдают себе и побежала Давай Что это такое? Это гиацинтик Тюльпанчик Аннушка Мои поздравления ей Спасибо Прекрасно Ладно, мы побежали? Давай Когда ждать? Когда ждать? Слушай, либо сегодня вечером Либо завтра часов Ну, в час где-нибудь Ну, я не знаю Будем оставаться на ночевку или нет Но пес просто На всякий пожарный Вдруг Вдруг не останемся Я не знаю Ну, смотри Ага Ладно, спасибо Ах, красота Невероятная Очень опасный момент Главное в жизни Не спешить И наблюдать за тем Как суетятся все остальные Социальную рекламу снимаю Смотрите Мертится Крутится Вокруг столоносится Быстро заканчиваются Праздничные выходные Все, уезжаем А машин мне так все надо Кстати, на английский Вон Мать Курсы не изменяются Мама Кутикулы Курсы не отменяются Сразу видно Что мы вернулись Из загорода Просто дети Как хрюшки Были угвозданы Вот сейчас Вся верхняя одежда Перестирывается Я пришла Мыть сапоги Ну и вот Что касается Обуви Я, наверное Все-таки С высоты Своего Величайшего Опыта Могу сказать Что вот на такую Распутицу И на межсезонье Самая идеальная Обувь Это Сапожки Из материала Эва Они легкие Все продаются С таким специальным Носочком Если это фирма Лемига Польская То В таких сапожках Можно ходить До минус 30 градусов Мороза Ну то есть Вообще Вот просто Полный весь Наш сезон 9 месяцев Холода Слякоти И не пойми чего Они перекрывают Ну в общем Это самая идеальная Обувь Ну единственное Что натуральные носки Вот такую обувь Нельзя Нужны с Превладанием Синтетики И тогда И температурный режим Будет Выполнен И вообще Все будет классно Они легчайшие Носить одно удовольствие Супер Вот у меня сейчас Допустим Не лемига А нордман Ну тоже вот Как аналог Классные сапоги И для старшенькой Я вот в прошлом году Покупала на озоне Но это тоже Тот же самый материал Точно такие же носки Все вот классно А вот что касается Младшей К сожалению Не успела я Приобрести сапоги По размеру Попросила бабушку Бабушка Купила Вот Тоже Очень похож на Такой вот легенький Пенный материал Но они без Встроенных носков И к сожалению По размерам не подошли Они больше А когда по размеру Не подходят Жутко натирают ноги Носить невозможно Поэтому эти сапоги Откладываю сейчас В сторонку Ну вот И для младшенькой Пока правильные Сапожки не приобрели Она тут Несколько дней Ходила у меня В таких классических Резиновых Тяжелых сапогах Они холодные И оказалось Что еще К тому же Протекают Так что Это все Конечно чревато Не хотелось бы Постельный режим Устраивать во время Каникул Но я как обычно Спокойна На случай Если ребенок Все же Простудится У меня есть Проверенное средство Антигриппин От натур продукт Который облегчает Неприятные симптомы Болезни Антигриппин Бывает в виде Порошков И шипучих таблеток И у него Большая линейка Вкусов Это и малина И мед-лимон Грейпфрут Ромашка А также детский Фруктовый вкус Он отпускается Без рецепта И прост в использовании Быстро растворяется В горячей воде Антигриппин Содержит в себе Три компонента Это парацетамол Хлорфенамин И витамин С Благодаря чему Позволяет бороться Со всеми Восьми симптомами Простуды и гриппа Это и повышенная Температура И боль в горле В суставах Мышцах Пазухах Носа Головной болью А также с насморком И ознобом Антигриппин От натурпродукт Это тройная сила Против восьми Симптомов Простуды И ОРВИ Для взрослых И детей от трех лет Внезапно Внезапный хомяк Ну Пой песню Я его когда вот так вот взял Что они Просто плюх На котором лицо Нарисовали беляш отдай его мне целиком он умывается яблоком рубрика что купил ездили за продуктами в ленту и отдельно в овощной магазинчик списки продуктов у меня довольно стандартные я их в заметках пишу и вот так вот галочками отмечаю прямо в магазине когда что-то купили по очереди сейчас на стол выложу продукты и там будет видно пакет номер один сборная абсолютно полностью сборная солянка да ну наверное так показывать как-то сложно ну ладно как пойдет мясо взяла свинину шею для какой-то небольшой готовки 322 рубля это для фарша свинина говядина буду сейчас делать и мешать мне нам в комментариях писали на тему того что давай-ка голубцы приготовим вместе ну кстати говоря можно из того что тоже сразу в холодильник захотелось селедочки как картошечку и пунктом чука без соусов всего хотела ореховый соус какой-нибудь взять но что-то не увидела масло тоже взяла сливочное попробовать какой-то белорусская будет очень дешевая то есть там типа рублей 300 за вот такую большую упаковку но сладко сливочное несоленое и состав сливки и все ну то есть не знаю надо пробовать меня смутила цена сметана это конива все остальное не хранится в холодильнике взяла фасоль кукурузку хочется нам опять лепешек сделать но кстати лепешки мы не покупали но с другой стороны можно и самостоятельно это все сделать очень вкусная манго мы его уже брали один разок понравилась томатная паста чеснок зерна горчицы я их использую в маринованных огурчиках вкусно-вкусно получается я уже показывала как делаю чай greenfield побаловаться это вкусный чай очень нравится нам муж для девчонок и для себя в том числе взял арео и попробовать вот такие мини арео открыла пачку вот такие крошки-хаврошки прикольно какие-то соусы в разных пакетах все намешано поэтому сейчас опять будем повторяться так значит сладкий чили это вкуснятина бургер соус для бутербродов всяких разных балтимор балтимор это любовь макарошки всякие разные спагетти немножко сладостей батончики для себя я шоколадочку взяла щелка там вот еще одна паста включение подушечки а здесь дезодоранты и санакс это убираю следующий пакет будем разбирать скоро приблизимся к завершению очередная сборная солянка молоко сейчас почему-то по акциям домик деревне много где в магазинах пока берем его еще макарошки спиральки до спагетти рис пропаренный яйца оливки с лимоном творожок наверное сырнички сделаю из соусов чесночные для мужа терпеть не могу корейская заправка для морковки вот захотелось мне готовую взять давно такого не брала для шашлычков опять повторяем тоже вот последнее время по акциям все время этот соус я еще там увидела по моему тоже от смесоя унаги соус тоже хотела приобрести но что-то он пока дороговато и дрожжей свежих тоже схватила значит здесь из заморозки горошек брокколи и цветная капуста девчонки у меня последнее время стали кривить нос одна от брокколи а вторая от цветной капусты ну то есть вот даже суп невозможно приготовить с двумя видами этой капусты без того чтобы они потом не перекидывались этой капусты и между тарелками вот но зато я стала последнее время делать пюрешку ну вот там морковка горошек какой-нибудь там брокколи или цветную капусту немножко картофеля лучка и все это вот блендеришь ну да исключением картошки картошку надо мять со сливочным маслом с молочком и дети вот прям уминают я им говорю о том что внутри естественно чтобы у них не было потом какой-то обиды на меня но вот получается так что они говорят что им нравится в таком виде поэтому лайфхак такой из всего можно сделать пюрешку дальше у меня тут закончился внезапно уксус попробовать взяла приправу они какие-то простенькие прованские травы и да ладно 2 я думаю итальянские взяла зараза короче одинаковые банки хотела взять итальянские прованские посмотреть что здесь за состав ну ладно одна банка поедет тогда на дачу так значит там дальше масло это мы пили самом магазине какие-то очень голодные были поэтому надо было срочно желудок успокоить кетчуп дети любят хайенс у нас почему-то тут еще сахар да мука такая история последний пакет овощи в основном я сюда на стол не стала выкладывать морковку лук капусту свеклу картошку чеснок выложила только то что сейчас именно разбирать буду взяла имбирь дайкон и пекинку потому что у меня закончилась кимчи капусту кимчи и надо делать новую партию у меня было три таких больших бокса сделаны ну я практически единолично все это с хрункого грушу также для всего этого взяла девчонкам яблочки впервые взяла попробовать маленький такой арбузик рыбы наконец-то 100 лет рыбы не покупали сегодня возможно как раз и приготовлю очень соскучилась скорее всего сделаю рыбку по-польски с яйцами и возможно рис какой-нибудь соус зелень такие завтраки типа хрунтки несмотря на то что дети могут себе сами кашу там допустим приготовить ну и такие штуки они тоже ради интереса любят и в сухом виде погрызть под какой-нибудь кино мультик и просто с молочком ну и окажется нам выдали бесплатно коробки для куличей народная роспись не знаю я никогда в жизни не делала сама куличи вообще в принципе не особо увлекаюсь всеми вот этими пасхальными мероприятиями ну а тем не менее отдать должное детям нравится красить яйца куличи всегда в принципе вкусные либо когда и кто-то делает даже покупные тоже прикольно ну вот может быть в этом году попробуем что-то в этом роде сделать так что ну вот так который разберу на самом деле вот когда ты голодный по магазинам ходишь конечно начинает все урчать и все сразу хочется нахватать всякой дряни и готовит тоже много чего хочется то есть у меня там например фарш есть можно голубцы сделать все для этого есть можно опять лазанью повторить муж говорит ему очень понравилось вот с тестом собственного приготовления да и в принципе кстати пока готовила поняла что не так на самом деле это все заморочно и действительно очень вкусно получается и таким же макаром можно те же самые макароны делать другой момент ну сколько они хранятся как их сушить а получится ли сделать спагетти а получится ли сделать спагетти явно не получится ну какую-нибудь лапшу я разницу заметил заметил на весах но я не понял почему я похудел спонсор выпуска тема обогащенного урана для третьей руки значит готовлю брауни и вы знаете я всегда готовлю вот по вот этому рецепту прекрасный я набиваю в ютюбе в поиске брауни семья мира и вот он бисквитик сочный получается и вкусненько и замечательно и рецепт в ложках ну то есть там и граммы расписаны конечно но я это рассказываю в ложках вот я сейчас поленилась весы доставать и столовыми ложками все отсчитала добавила сюда еще немножко сушеных ягодок и орешков топится 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 шоколадушка ну и не теряем времени зря готовлю голубцы вот обжариваю сейчас фарш здесь свинина говядина со вчерашнего дня у нас здесь остался рис как раз очень удачненько его как раз и использую подрезала лучок фарш поджарится добавлю лук и в отдельные кастрюли я буду начинать уже тушить капусту как она протушится вот все соединю поперчу посолю и будет прекрасно все можно добавлять сюда конечно морковочку но вот с морковкой мне лично не очень нравится где бы я добавляю совсем чуть-чуть вот крошку коротушку морковку чисто так знаете для цвета выглядит возможно не очень аппетитно но съедобно мы обычно добавляем сметанку можно какой-нибудь шри рачи добавить чтобы поострее было и вот пожалуйста это сколько там пять килограмм мужской еды или там три ну вот как и говорила не успеваю снимать пирожки и тортики все съедается вот вырвала из рта мужа только что кусок очень вкусно не устаю все таки я от готовки нравится мне это дело делаю снова кимчи уже рука набита поэтому процесс очень очень быстро сейчас промыла капусту буду ее засаливать и будет наверное до конца весны и у меня прекрасная замечательная чудеснейшая закуска которая мне все-таки безумно нравится ну то есть это получается за вот этот вот весь сезон это уже третий раз когда я делаю себе запасы такие большие которые съедают все планы это такая зыбкая вещь что могу сказать ирония в том что хватанули ротовирус постельный режим как бы мы его не хотели избежать он все-таки есть а у зои кстати помимо зайчиков появился новый дружбан это кто это эндерментик теперь у нее три игрухи с которыми она а если я найду своего старого то у меня не будет 4 точно так ну чё поправились уже два дня лежим ничего не делаем грустно вот завтра у меня три года три дня если я если я вытаскиваю все будет хорошо ты поправишься еще один любопытный факт про нашу прекрасную весну за то что выпал снег просто взял выпал и неделю снежную кстати обещают так что еще подождем это на самом деле уже немножко подтаяло потому что днем то тепло а вечером минус и снег а а а а